В канун 150-летней годовщины со дня рождения Максима Горького в Хасавюртовской центрально-городской библиотеке имени Расула Гамзатова состоялось мероприятие, приуроченное жизни и творчеству писателя. В качестве гостей присутствовали работники образования, педагоги и учащиеся гимназии, которые достойно на протяжении 80 лет носят имя великого писателя. В закатах и рассветах, в лугах туманами одеты, в судьбе манящей, как мечта, живет повсюду красота, сердца нам радвия и грея, и сердце, тело, и греем, она, наверное, неспроста красота. В рамках встречи юные гимназисты демонстрировали свои знания, выразительно читали фрагменты бессмертных произведений Максима Горького и мастерски исполнили в уютной библиотечной гостиной музыкальные номера. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Постоянная ведущая гостиной, заслуженная учительница Российской Федерации Валентина Георгиевна Бороздина вдохновенно рассказала о самоотверженной преданности профессии своих коллег. Словесник Малхиш Умарова много лет руководит редакцией «Школьные газеты». Словесник Максима Горького очень сплоченный, дружный. Я не знаю, вся жизнь связана с этим коллективом, с людьми, которым работаешь рядом. У Достовецкого есть такие хорошие слова. Мне не запомнились, я их все время как-то прокручиваю в голове. У человека всегда должно быть место, куда он хотел бы возвращаться в ноль и в ноль. Да, мы возвращаемся в родные дома вечером от работы, да, дневной нагрузки. А вот где мы работаем, чтобы хотелось возвращаться в ноль и в ноль, ну не час такое, а хотелось бы. Вот таким местом для меня является гимназия Максима Горького. Мы говорим родной дом, второй дом, ну вся жизнь в этой гимназии, в храме, науке. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Присутствующие также рассказывали множество интересных историй, связанных с гимназией. Говорили о тех, кто стоял на истоках его становления и процветания. Бывшие учителя и выпускники первой школы с гордостью называют себя горьковцами и чтут прекрасные горьковские традиции.